Приветствую вас дорогие зрители на своем канале. Сегодня мы погрузимся в мир Средневековья. И если вы обожаете историю, сражения на мечах, рыцари и замки, то вы попали по адресу. В этом видео я продемонстрирую вам 10 игр, которые перенесут вас в эпоху благородных дам, доблестных воинов и опасных рыцарей. Готовы стать непобедимым правителем королевства или опасным воином? Тогда приготовьтесь, мы отправляемся в Средневековье. Ах да, не забудьте, что под видео есть ссылки на магазины, в которых игры будут подешевле, чем где-нибудь там. For Honor. Единственная в своем роде игра, сочетающая в себе все направления принятого исторического экшена. Хорошая история, сюжетная картина, графика, эффекты, геймплей, комбинация, РПГ, даже местами интерактив. В одном слэшере от первого лица объединили три сильнейших культуры, дисциплины и цивилизации. Такие как самураи, викинги и рыцари. Сюжет начинается с первой бойни, где мы играем в одиночную кампанию в числе тех, за кого решили выступать. Если викинги, то мы обороняем крепость от рыцарей, если самураи, то наступаем под предварительством ночи. В игре есть мультиплеер и игра для одного игрока, поэтому выводы о геймплее вам придется делать только после многопользовательской игры, которая раскрывает народности не лучше, чем сюжет. По сюжету мы оказываемся в мире, где резко кончились все ресурсы снабжения и провинция. Фракции спокойно делили между собой быт, но когда ресурсы начали подходить к концу, развязалась кровопролитная война на тысячу лет. Мы играем и раскрываем тайные события, персонажей и любовную историю. В игре мы сможем парировать, отбивать удары с трех разных направлений, покупать новое оружие, учиться стрелять с арбалета, метать японские сюрикены, руководить армией конницы и многое-многое другое. Ведь эта игра полноценное погружение в средневековье. Shivalry 2 – игровой проект, разработанный в жанре сетевого экшена, где нам предстоит принять участие в средневековых битвах. Все действия происходят с видом от первого лица, поэтому полное погружение в игру обеспечено. Исполни роль отважного и бесстрашного воина, который отправляется сражаться с множеством врагов к цели победы. Первым делом нужно позаботиться о боевом арсенале, в котором всегда должно находиться мощное оружие и атрибуты защиты. Оружия в игре более чем достаточно, и оно относится как к типу для ближнего, так и для дальнего боя. Из нововведений стоит отметить возможность путешествовать по миру игры на лошади, что значительно упростит задачу и сделать прохождение более интересным. Зрелищные сражения с врагами, огромный мир для изучения, масштабные поля для боя и масса возможностей модифицировать главного героя – все это точно порадует любителей данного жанра. Займитесь осадой крепостей, сражениями, разграбляйте деревни и делайте все, чтобы ваша фракция одержала победу. Kingdom Come Deliverance – захватывающая ролевая игра на тему средневековья, где ты сможешь почувствовать себя настоящим гладиатором и отправиться на поле боя, сражаясь с врагом один на один. Эта игра представляет для тебя массу возможностей. Иди куда хочешь, делай что хочешь, выполняй миссии в удобном для тебя порядке. Здесь ты можешь не только вести боевые действия со своими соперниками, но и стать работником одной из многочисленных профессий того времени. Игра также является поучительной, ведь здесь переданы истории, которые существовали на самом деле. Ты сможешь оставить все как есть, либо изменить ход событий. Все зависит только от твоего решения, но будь максимально внимательным. Здесь ты сможешь встать как на сторону зла, так и на светлую сторону. Будешь ты беспощадным бандитом или величным воином – решать только тебе. Mount Blade 2 Bannerlord – это симулятор средневекового рыцаря с элементами ролевой игры, стратегии в реальном времени и игры песочницы. Место действия – вымышленный средневековый мир Калладий. Эта игра является продолжением первой одноименной игры с улучшенной графикой, боевой системой, анимацией, переработанной ролевой системой, более яркими городами, реалистичной экономикой, расширенной дипломатией, новыми осадами замков и многими другими новыми возможностями. В игре нет всеобъемлющей сюжетной линии, только отдельные миссии и небольшая кампания, которая поможет вам освоить основные игровые возможности. Более того, геймер переносится в бесконечный открытый мир, где материком правят несколько королевств со своими обычаями и культурой, а игрок в свою очередь может выбрать одну из сторон или стать свободным рыцарем, а затем создать свою собственную уникальную нацию. Игра также позволит игрокам сражаться в одиночку или нанять армию, способную разрушать целые замки. Также в игре есть торговля, система снаряжения, диалоги, создание предприятий, сотни квестов и многое-многое другое. Medieval Dynasty переносит вас в средневековые времена, где нам предстоит столкнуться с реалиями тех времен и попытаться изменить жизнь своего персонажа. Дело в том, что в то время события разворачиваются таким образом, что жизнь была хороша только для тех, кто находился наверху. Остальные могли только мечтать о том, чтобы иметь что-то, и правительство, и церковь не давали большой свободы. Но у вас есть шанс изменить это. Решив отправиться в далекое путешествие, вы узнаете, что есть шанс изменить ситуацию в родной деревне. В вашем распоряжении будет огромное количество ресурсов и возможностей. Главное использовать их с умом и тщательно все обдумывать. У вас даже будет возможность изменить власть в своих руках. Но к этому вопросу нужно подходить с большой осторожностью, потому что трудно сказать, кто действительно достоин стать правителем, кому можно доверить управление всей страной. Ведь допущенная вами ошибка может не только лишить вас нормальной жизни, но и привести к необратимым последствиям. Создайте идеальный средневековый мир, в котором вы бы хотели жить сами. Вальтарес – это тактическая ролевая игра, сюжет которой переносит вас на просторы средневековой вселенной. Вы окажетесь в незнакомом мире, погруженном в пучину варварских войн. Вы должны возглавить отряд наемников и вместе со своими войсками противостоять бесчисленным вражеским силам и раскрыть секреты сурового мира. Путешествуйте по многочисленным локациям, взаимодействуйте с другими персонажами и пополняйте свою команду новыми войнами. Вы будете выполнять интересные и разнообразные миссии, сражаясь с врагами всеми доступными видами оружия. Уничтожайте врагов и используйте полученные очки опыта для улучшения способностей всех воинов вашего отряда. Приобретайте новое оружие и улучшайте имеющийся арсенал, чтобы одолеть самых жестоких врагов. Выживайте и добивайтесь успеха во враждебном мире. Вас ждут веселые пошаговые приключения и пошаговые сражения, где победа будет зависеть от выбранной вами тактики. Узнайте слабые стороны своих противников и максимально используйте свои боевые способности, чтобы победить их. The Guild 3 идеальная игра для геймеров, которые хотят не только хорошо провести время, но и погрузиться в виртуальный мир. Это симуляция привычной жизни, место действия средневековья. Это время развития и становления. Вы будете руководителем небольшого поселения. Постепенно оно вырастет до больших размеров. Инфраструктура и экономика также будут развиваться. Свобода мысли гарантирована. Мир вокруг вас постоянно меняется. Вам придется научиться постоянно приспосабливаться. Вы всегда должны стараться торговать правильно, одновременно совершенствуя свои знания. Вы также должны развивать свою экономическую и военную мощь. Заключайте лучшие сделки и принимайте активные решения в политических переговорах. Постарайтесь наладить социальные отношения. Помните, что ваш город должен постоянно развиваться. Только тогда горожане будут чувствовать себя по-настоящему комфортно, живя в этом городе. A Tape Lale Requiem – это продолжение популярного приключенческого проекта, в центре которого находится героическая омиссия. И ее бесстрашный брат Хьюго. Они должны вновь столкнуться с жесткостью этого мира и попытаться выжить вместе, где даже взрослые не могут справиться с бедой. Они должны продолжить борьбу, начатую в первой игре серии и противостоять проклятию, нависшему над ними. Игрокам вновь придется иметь дело с полчищами крыс. На этот раз управлять ими будет Хьюго. Он общается с ними на необъяснимом уровне и в результате способен направлять крыс в нужном направлении. Этот навык пригодится, когда главный герой пробирается через разыскую среду. Поскольку эпидемия чумы продолжается, он должен быть осторожен со всеми, кого встречает. Вы будете общаться с другими детьми и заведете новых друзей, на которых сможете положиться в опасных ситуациях. Сила будет на вашей стороне, если вы будете избегать врагов и не вступать в открытую конфронтацию со взрослыми. Найдите себе еду, спрятавшись в подвале или прокравшись на теплую кухню. Вашим героям придется работать вместе, чтобы добиться успеха в каждом действии. Совершенствование имеющихся навыков или забота о благополучии тех, кто за них отвечает, могут внести изюминку в ваши планы. Мордалл. Игровой проект, разработанный в жанре симулятора, где тебе предстоит отправиться в мир средневековья, чтобы сразиться со своими соперниками на острозаточенных мечах. Ты станешь частью динамичных и беспощадных сопротивлений, где нет места страху, а есть место только силе и отваги. Сосредоточься на основном моменте и постарайся не распрощаться жизнью как можно дольше, пробивая себе путь к успеху. Будь внимательным и не забывай следить за развитием своих боевых способностей, ведь чем дальше ты будешь проходить, тем сложнее игровой процесс будет становиться. На поле боя против тебя будут выходить самые разные соперники, поэтому ты должен быть готов к неожиданным событиям. В средневековье царили свои правила и законы, а выживать удалось только лишь сильнейшим. Твои тактические способности также помогут достичь поставленной цели как можно быстрее. Боевая система доведена до максимальной реалистичности, что позволит тебе в полной мере ощутить себя настоящим бойцом. В зависимости от выбранного тобой оружия и брони будет зависеть твое передвижение по миру, поэтому рассчитывай свой арсенал с умом. Concurs Blade – многопользовательская стратегия, предлагающая овладеть военным искусством средневековья, где нам предстоит стать могущественными полководцами и воевать за территории. Основным элементом игры является управление огромными армиями, состоящими из различных типов войн, включая пехоту, кавалерию и лучников. Каждый тип войск обладает уникальными характеристиками и навыками, а игроки могут создавать уникальные тактики, объединяя различные единицы. Игра предлагает широкий выбор разнообразных боевых пунктов, таких как замки, форты и города, которые можно атаковать и защищать. Кроме того, игроки могут объединяться в кланы и принимать участие в масштабных PvP-сражениях с другими игроками или даже сражаться с мощным искусственным интеллектом соперника. Особенностью игры является также система управления полководцами, где игроки могут создавать собственных персонажей, которые развиваются во время игры, получают новые навыки и экипировку. Графика в игре очень красивая и детализированная, и она воссоздает атмосферу средневековья с его рыцарями, крестьянами и сооружениями. Игра предлагает геймерам уникальную возможность погрузиться в полномасштабный мир, где они будут сражаться за власть и славу. Это было небольшое средневековое путешествие, где мы побывали в знаменитых битвах, осмотрели величные замки, постройки и прониклись атмосферой того времени. Вспомните, пожалуйста, какие игры вас захватывали больше всего и напишите в комментариях, какую бы вы игру выбрали для себя, чтобы окунуться в этот удивительный мир средневековья снова и снова. Спасибо за уделенное мне время, подписывайтесь на канал и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok